Служение Алексея Пронкина – это служение большой и целеустремленной команды. Наша основная задача – идти и проповедовать Евангелие по всей земле. Это видение мы не сможем исполнить в одиночку, поэтому мы нуждаемся в партнерах. Стань частью большого движения! Полную информацию ты можешь получить на сайте alexeypronkin.ru или по телефону 8 913 004 3209. Первое служение женское, да? И, конечно же, мы сейчас с вами заложим хорошее основание. Основание. Я верю, что сегодня рождается церковь, и она будет работать, функционировать долгие-долгие годы. Не буду ограничивать Господа, сколько нужно этому мероприятию, предприятию действовать, столько оно и будет действовать. Потому что это делает не человек. Я верю, что это делает Дух Святой для того, чтобы нас исцелять, для того, чтобы исцеленных женщин стало больше. Аминь! Исцеленная женщина – это другая женщина. И я верю, что Бог будет исцелять нас. Я так же, как и вы, нуждаюсь в исцелении. Просто, может быть, кто-то из нас шагнул маленько дальше, кто-то еще отстает. Те, кто идет немного впереди, поможет тем, кто немного отстает. Аминь! Мы поможем друг другу. Аллалюя! Давайте откроем Писание. Луки, 13 глава. Луки, 13 глава. Десятый стих. Десятый стих. У нас тут, видите, все оперативненько. Здесь написано. В одной из синагог учил Он в субботу. Это говорится об Иисусе. Иисус ходил по синагогам. Синагога – это церковь, где ее посещает исключительно еврейский народ. Синагога. Собрание верующих людей. Иисус зашел в синагогу и учил. И это была суббота. Но это не так важно, ладно. Одиннадцатый стих. И там была женщина. Восемнадцать лет. Имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. там была женщина, страдавшая немощью, связанная духом. Она была скорчена и не могла выпрямиться. сегодня мое послание, драгоценная моя женщина к той женщине, которая имеет немощь, имеет искривление, но продолжает ходить в церковь. Восемнадцать лет женщина, искривленная, сидит в церкви. Наверняка за восемнадцать лет, первые годы, как только она пришла в церковь, она искренне верила, что Бог ее исцелит. И она ходила на каждую молитву. Она прошла все семинары. Она жертвовала все, что можно пожертвовать. Она была везде и во всем. Первый год, второй год, третий год. Но меня восхищает эта женщина. Она продолжает ходить. В церковь. Наступило время в жизни этой женщины, когда она начала свыкаться со своим искривлением. И благодать этой женщины была в том, что она даже научилась из ничтожного находить драгоценное. Она даже стала прославлять Бога за свое искривление. А что еще делать остается этой женщине? И все рядом мужчины уже свыклись. Они привыкли к этой женщине. Эта женщина научилась навязывать шарфики, одевать правильную одежду, чтобы скрывать свое искривление. Эта женщина научилась с этим жить. и уже никто не замечал ее искривление. И отчасти ей искренне казалось иногда, что она по-настоящему счастлива. И в принципе жизнь удалась, но и нормально, и с этим искривлением люди живут. И меня восхищает эта женщина. Ее оптимизм и жажда жить дальше. Жажда цепляться за Бога, несмотря ни на что. И каждый раз, когда она видела, как выходили люди и свидетельствовали, как Бог убрал их искривление, а на первые годы искренне думала, что она следующая, она следующая, она следующая. Но проходили годы. Этот поезд уезжал без нее. Наступали моменты, конечно же, женщина циклично, когда она не могла слушать эти свидетельства. Она не могла скрыть свои ярости. Но она понимала, что на Бога обижаться нельзя. Но почему? Почему ей, а не мне? чем я хуже? Но меня восхищает эта женщина. Она продолжает сидеть в церкви. А внутри ее теплится надежда однажды будет моя пилюля для моего исцеления. 18 лет. Это не семь. Это не 12. Это 18 лет. Это огромный срок. Это срок, чтобы успеть разочароваться раз семь. Воскреснуть раз пятнадцать. это срок, чтобы просто ходить и сидеть где-то там. Это срок, чтобы делать вид, что ты слишком занятая, и тебе особенно все равно, как ты выглядишь. Есть у тебя это искривление или нет? Это срок, чтобы настолько оправдать свою болезнь, свою одержимость, чтобы всем рассказывать, что это вообще в принципе благословение Божье. и меня восхищает эта женщина. Я думаю, если она восхищает меня, то она восхищает Бога. когда, несмотря на свое искривление, на свою скрюченность, на свою проблему, на свою боль, она продолжает сидеть в церкви. И она сидит не где-то на задворках, она сидит там, где ее можно заметить. Там, где ее можно заметить. она не закопалась в собственных обидах, она не занимает последние ряды, она каждый раз идет с надеждой, что однажды она выйдет из церкви без своего искривления. И меня восхищает эта женщина. Я вижу частичку себя в этой женщине. И мне хочется, драгоценная сестра, чтобы ты увидела себя. У каждой из нас есть свое искривление. Мы научились это прятать. Мы научились с этим жить. Мы улыбаемся и мы счастливы. Но когда мы остаемся одни, это искривление говорит до себя. Но меня продолжает восхищать женщина, которые продолжают ходить в церковь. Потому что только в церковь однажды может зайти Иисус. Как это произошло с этой женщиной. нигде в другом месте ты не сможешь с ним встретиться. Написано врата ада не одолеют церковь. Только в церковь. И мы читаем Иисус увидел ее. Он увидел ее. мне хочется сказать тебе драгоценная моя сестра. Если тебе кажется, что никто тебя не видит, Иисус видит твое и мое искривление. Иисус это не мужчина, который не обращает внимания на сутулых женщин. Иисус это Бог, который пришел, чтобы прикоснуться к твоей и моей сутулости, выпрямить тебя и меня, чтобы мы с грациозной походкой, с шикарной осанкой зашли в Царство Божье, чтобы однажды мы смогли выпрямиться от своей сутулости, чтобы однажды мы смогли встать и не смотреть на людей вот так, а смотреть на людей вот так, чтобы однажды мы не поклонялись Богу вот так, а поклонялись Богу вот так, чтобы ничто больше тебя и меня не унижало в его присутствии, чтобы ничто больше не мешало тебе и мне с легкой походкой, с шикарной осанкой заходить в Дом Божий, чтобы это стало очевидно для всех, что Царство Божие прикоснулось к тебе, у тебя была какая-то удивительная встреча на твоем собрании, куда пришел Иисус. Мне хочется сказать, драгоценная моя сестра, эта история нам рассказывает о многом женщина восемнадцать лет одержима духом, но она продолжает искать свою свободу. Восемнадцать лет она связана и скорчена. Восемнадцать лет, но она продолжает занимать места, где ее замечают. она продолжает ходить туда, где ждет ее свобода. Восемнадцать лет, это не восемь дней, это пол жизни, это осознанная часть жизни. я я знаю, какое искривление у тебя, но я точно знаю, что если ты не позволишь сатане выбить тебя из дома Божьего, однажды придет Иисус, и твое искривление оставит тебе, и ты выйдешь с этого служения другой женщиной, реально другим человеком. Ты в это веришь? Это истина. Это истина. в моей жизни каждый раз, когда я смотрела на свое искривление, мне не хотелось говорить о Евангелии, проповедовать с кафедры, мне не хотелось ходить в церковь, мне не хотелось сделать многие-многие вещи, но каждый раз, когда я шла, потому что где-то внутри меня была надежда, что Бог меня не оставит. И даже если сегодня опять что-то прошло мимо меня, то однажды меня заметят, и однажды мое искривление выпрямится, и однажды из сутулой женщины я превращусь в красивую, с прекрасной осанкой, женщины, которые смело смотрят в глаза. Я не знаю, что сегодня тебя давит к земле, но я точно знаю, что твоя встреча тебя ждет, и она обязательно у тебя будет. Самое главное, не покидай место, где ты можешь встретить свою свободу. Амэн. Я не знаю, когда это будет, но пусть эта история, она послужит нам, она послужит нам 18 лет. Пусть доминует, конечно, сия чаша меня, но я верю, я верю, и моя вера привлечет мое исцеление. Амэн. Халлилуйя. 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 сложил на нее руки, и она тот час выпрямилась и стала славить Бога. Наше искривление, оно мешает нам славить Бога. Наше искривление, оно мешает нам поклоняться Богу. И знаешь, я тебе скажу, драгоценная моя сестра, Бог не осуждает тебя, потому что Он понимает, как тебе тяжело порой славить Ему. И поэтому, чего бы тебе ни стоило, самое главное, откликнуться на Его призыв вовремя. Он заметил эту женщину и сказал, женщина, встань. Я бы сегодня хотела начать это служение, начать эту новую церковь с того, что я хочу увидеть, как женщины встанут. Мы должны с вами сегодня заложить основание. Встать. Встать через собственную боль. Встать через собственное разочарование. Встать через собственное уже неверие. Да сколько уже можно. Да это я уже все проходила. Но я хочу все-таки видеть женщин, которые сегодня будут способны встать и попробовать вновь. А вдруг это твой шанс? А вдруг это твоя победа? А вдруг уже совсем-совсем вот-вот тебя ждет твоя прямая осанка. Тебе больше не придется прятать глаза, когда будут говорить на больные темы. Тебе больше не придется опускать свои красивые ресницы и прятать свои большие слезы под ними. Разве что только слезы радости. Я верю, что сегодня мы заложим с вами большое основание для того, чтобы пойти дальше. И я верю, что на этом собрании Бог будет исцелять многие судьбы. Он исцелит наши израненные души. Он исправит все кривизны. И все, что дьявол искривлял с детства, ломая нас там, когда мы были маленькие девочки, Бог способен пойти в наше детство и своими любящими руками перевязать все то, что было сломано. Почему у нас сегодня искривление? Потому что не было того, кто мог бы перевязать тебя и меня. Но мы с вами верим в Бога, который живет вне времени. И Он способен пойти в твое и мое детство и перевязать то, что было сломано. И когда Он перевяжет это в твоем детстве, ты почувствуешь, как сегодня ты сможешь выпрямиться там, где годами не могла. Я знаю это на собственной личной практике. Это работает. И поэтому я хочу делиться этим. Я хочу видеть, как израненные, искривленные судьбы поднимаются, выпрямляются, потому что Иисус пошел и исцелил то, что было сломано. Служение Алексея Промкина это служение большой и целеустремленной команды. Наша основная задача идти и проповедовать Евангелие во всей земле. Это видение мы не сможем исполнить в одиночку, поэтому мы нуждаемся в партнерах. Стань частью большого движения. Полную информацию ты можешь получить на сайте алексеяпромкин.ру или по телефону 8 913-004-3209.